Театр и современник Театр и современник, мне кажется, в этом театре никогда не было такого понятия, по крайней мере, раньше приму. Это был театр, который весь состоял из замечательных артистов, и они все вместе составляли замечательный театр. Я помню, что мне говорили, ну там тебя сажают с костями и выплюнуть даже не заметишь. Никогда в жизни я не испытала ничего подобного. Никогда в жизни. А что? Какая дева симпатичная. Дева, да ты не робей. Здесь же тебе ведь не деревня. Тут ведь Москва. Сробеешь, пропадешь. Да ладно, знай, что говорю. Смотри, каким хорошим людям попала. Скажи спасибо. Ну, ух ты. Есть актриса, которая удивляет меня всегда. Много лет. Начиная с того момента, когда я впервые увидела ее на сцене, причем увидела ее в качестве партнерши. И всегда, когда я сижу в зале, вижу ее на сцене. Это замечательная, прекрасная, ни на кого не похожая актриса Нина Михайловна Дорошина. Я актриса. Я московская актриса. Меня народ знает и любит. Да, я народная. Вот так вот. Которая, к сожалению, очень мало снималась. Не по причине того, что ее не приглашали, причине того, что она выбрала театр и ему принадлежало. И не хотела, по-моему, никогда сниматься. И снялась в картине «Любовь и голуби». По этой картине я думаю, что ее знают все. И Люд, а Люд, которой я уверена, эта интонация, которую она сама придумала, ее сразу вспоминают все. Этот спектакль «Любовь и голуби» шел у нас в театре. Я его смотрела три раза. Первый раз я смотрела, сидя в зале, и так смеялась и плакала, что, поскольку я только недавно поступила в театр, в общем, по-моему, меня как следует не знали билетеры. Меня вывели из зала, сказали, не мешайте людям смотреть. Вы тут раскричались и смеетесь, как сумасшедшие. Плачете, кричите, выйдите, пожалуйста, из зала. Второй раз я уже терпела, но все равно, конечно, все эти эмоции сопровождали меня. А в третий раз я шла просто за кулисами, и шел спектакль «Любовь и голуби». И я вот так остановилась, как вот, знаете, как на секунду, когда остановишься вот так, наискось. И так я до конца вот в этой дикой позе и простояла, глядя, в общем, посмотрела я весь спектакль еще раз и так хлопала в конце, что уже помощник режиссера сказал, Марин, между прочим, все ушли уже, и артисты, и зрители практически ушли, и ты все хлопаешь. Это такое явление, удивительное явление вообще по имени Нина Дорошина. Это откуда-то к нам? Такого красивого дяденька замело? Или что, забыл? Сказать пришел? Ой, гляньте-ка, в глаза не смотрит. Наверное, двойку получил. Ну, как живешь-то? Как молодуха наша? Я и тут косму повыдирала. Расстроился, пойди. Или ничего? Ну, что молчишь-то, дядя Вась? Впервые я ее увидела в спектакле «Валентина, Валентина», в которую я вводилась, где она играла одну из главных ролей. Я была так восхищена, даже неправильное слово, невосхищена. Я была как-то заворожена этой удивительной данностью, природой, проявлением этой манкостью, заразительностью, этим безумным темпераментом, этими слезами, которые возникали в одну секунду. Это было какое-то такое актерское потрясение, я бы сказала. Поэтому я забывала, что я некоторым образом играю в этом спектакле. И Костя, значит, толкал меня в бок. Периодически и почти все время, пока она была на сцене, говорил, поменяй лицо, поменяй лицо, вот так тихо улыбаясь. Потому что мое лицо не соответствовало лицу моего персонажа. Я только рот открыла, и так я его, пожалуй, и не закрывала до конца. Эта актриса восхищает меня и по сей день. А меня также удивляет она, когда мы с ней играем спектакль «Крутой маршрут», в котором мы играем много-много-много лет. И каждый раз я смотрю на нее, каждый раз я понимаю, что мне не хватает Константина Райкина, который бы сказал, поменяй лицо. Потому что до сих пор мое лицо теряет принадлежность к тому персонажу, который я играю. Потому что я смотрю на нее как зритель, как удивленный зритель. Как зритель, который говорит, не может быть, ну как она так играет, я не понимаю. Я на воле простой рабочей была. Уж даже не знаю, за что мне следователь такую интеллигентную статью влепил. Как она называется? Сейчас вспомню, Натальчик еще не вспомнит. Тараскинская террористическая контрреволюционная деятельность. Это я. Прошло какое-то время, и я уже работала в этом театре. И играла в спектакль, меня ввели, вернее, в спектакль «Вампилова», по песне «Вампилова», которую ставил Валерий Фокин, «Провинциальные анекдоты», где Нина Михайловна в одном из анекдотов играла замечательно, как всегда. Она играет такую женщину яркую, такую горячую штучку. Показать ее или сыграть ее. Можно, в общем, играть с кем-то в двойном составе, иметь два состава, три состава и подумать. Она это играет так, а я это сыграю по-другому. Я бы никогда не хотела оказаться с Ниной Михайловной на одной роли. Может быть, я бы и сыграла по-другому. Но лучше и не надо. Вот лучше не надо. Пусть она играет одна. Каждую свою роль пусть она играет одна. И вот «Провинциальные анекдоты». Вот такая декорация, которая сделана три стены, которые так немножко в перспективе выходят вот так на зрительный зал. Окна, естественно, в этих стенах вырезанные, которые выходят, понятно, за кулисы. Не на улицу, конечно, не на чистые пруды. И такая мизансцена, когда она что-то такое говорит, и ее партнер, держа в руках бутылку 0,75, замахивается, а она стоит сзади. И, видимо, видимо, она сделала шаг вперед, не вовремя. Он сделал шаг назад. И он с этой бутылкой, замахнувшись, ударил ей прям по голове со всего размаху 0,75. Я этого ничего не видела. И вдруг я слышу «Ой, кошмар!» И вижу, как у Нили Михайловны на моих глазах начинает расти шишка вот такая. Просто уже синяя, фиолетовая, желтая. Я думаю, человек только замахнулся, а у нее уже растет шишка. Это уже какой-то степень органики, которая превосходит вообще всевозможные какие-то пределы. Она только сказала «Ой, кошмар!» Ну, конечно, любая другая актриса, если бы это была Нили Михайловна, ну, одна бы потеряла сознание на сцене, как это должно быть вообще с артисткой. Другая бы, там, я не знаю, забыла, как ее зовут и в какой пьесе она играет. Третья бы забыла имя своего персонажа и так далее, вариантов очень много. Только Нина Михайловна, которая вот когда ей пришелся этот удар с этим кингалом, она сказала «Ой, кошмар!» Хотя бы воздухом немножко подышать. И к окну вот этому подошла и стала на себя махать. Какой воздух! Откуда он? Это за кулисы! Это вообще там стоит помощник режиссера в ужасе видит тоже, как у нее растет вот этот кингал. И вот это она. Ой, хотя бы воздухом. Это может быть только человек, который вот существует таким образом в предлагаемых обстоятельствах. Такого просто не бывает среди людей. Ну, я буду не я, если я его не разыграю так, что он станет притчей во язык. Ну, я буду не я, если не выставлю его на посмешище перед целым цветом. Надеюсь, что у меня это получится. Или считаете меня дурой, не знающий, как лежать в постели. А вторая встреча была, когда я только уже вошла в театр «Современник» и должна была играть в спектакль «Эшелон» по пьесе «Рощина», которая стояла Галина Борисовна Волчук. Там играл весь женский состав этого театра. Мне перепала роль девочки Сани, про которую было написано «Саня всегда в прострации». И Нина Михайловна играла роль моей матери. И про нее было написано «Нина впадает в истерику». И идет репетиция на одном каких-то из этапов, не знаю, этого длинного репетиционного пути. И спектакль построен. А это спектакль о войне, трагический спектакль о войне, где женщины едут в тыл для того, чтобы заменить мужчину, чтобы работать на заводах, на станках и так далее. Они несутся в этом эшелоне через эту войну, через этот голод, через эти страдания, через кровь, через оторванные руки, ноги, бомбежки. И мы понимаем, что сцена начинается оттуда, и она идет вот там вдвоем, потом там, следующая, следующая. Поэтому, как это бывает всегда, это совершенно неправильно, абсолютно непрофессионально, но тем не менее. Значит, Нина Михайловна мне что-то рассказывает. Совершенно не относящаяся. И говорит, значит, я в такой юбочке. Такие, значит, у меня здесь кофточка такая. Ух! Вот такие выточки. Тут у меня паричок тогда модно было. Значит, ножки у меня такие. Ух! Ничего себе! Вот. И я, значит, и в этом, я, значит, естественно, открыв рот, потому что и это она делает так заразительно, что оторваться от нее нельзя, и там война идет мимо меня. Я уже про войну забыла. И в этот момент, вот буквально без перехода от этих выточек, складочки на юбочке, вдруг она, простирая руки вот так в зал, руки, которые свело судорогой. Я это вижу рядом со мной. Слезы вот так через авансцену летят в зал. Кричит, убить надо было убить. Убьют! Убьют! Убили! 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 Солочи! Думаю, немцы, что, где мы? А, Господи! И понимаю, что это текст ее роли. Она каким-то, я не знаю, восьмым-десятом слухом, она услышала реплику, которая пришла к ней. И она вступила без перехода, без подготовки. Ей не надо было для этого, как там иногда качают, бегать там надо вокруг чего-то, чтобы как-то себя привести в состояние. Она вот в эту секунду, буквально из прекрасного расположенного состояния и совершенно другого рассказа, она перешла, закричала, заплакала, зарыдала руки, откричала свой текст. И, ой, прям как нехорошо с сердцем, я думаю, так заорать ни с того ни с сего в эту секунду без всякого перехода. Тут не только с сердцем инфаркт может быть. Я говорю, Нина Михайловна, Нина Михайловна, я вижу, что она умирает натурально на моих глазах. Я, значит, ей тут что-то расстегиваю, что-то какую-то на голову дую, на нее машу чем-то. Она говорит, ой, мне ничего не поможет, нехорошо как-то. Прямо сердце так сводило. Вот мне дай-ка вот это вот дам. Я ей там какой-то подкладываю мешочек с чем-то под голову, кричу за кулисы. Ну, скорую вызовите, у человека плохо с сердцем. Вдруг Нина Михайловна ко мне поворачивается, говорит, да отстань ты от меня, это я по роли. Слушайте, можно, конечно, обмануть зрителя. Да, он очень хороший артист. Но я-то в двух сантиметрах от ее лица, я вижу эти слезы, я вижу побледневшее лицо, я вижу судорогу рук, я вижу вот это рыдание, я вижу, что ей плохо с сердцем. И она так же без перехода. Да отстань ты от меня, это я по роли. И приняла. Это было просто для меня каким-то потрясением. Я говорю, нет, этого не может быть, просто так, просто так не бывает. Умру я, не доехать мне. Ваня, муж, я в рот ушел. Костя, брат, я в рот ушел. И я помню, я могу отстань. Отстань. Она выходит на сцену и в зале, они рады ее видеть. Они понимают, что это будет все такое необычное. Ее природа, природа просто очень талантлива, природа. И даже если бы она попала в руки абсолютно авангардного режиссера, какого-то сегодняшнего молодого, который бы ее искал, встань на голову и произнеси монолог о любви, она бы запросто это могла сделать. Лешенька, возьми меня с собой. Вот если ты не возьмешь меня, я клянусь тебе, я какое-нибудь злодейство над собой сделаю. Вот ты меня не возьмешь, знаете что, я возьму ножик вот. Где ножик? Вот, сейчас возьму ножик. Как-то заставлю себе в глотку. Вот, ребят, на глазах вот, чтоб ты видел, чтоб всю жизнь потом вспоминал. Ой, вы меня не знаете, не верите? Ну, сейчас, я вам помогу. Понимаете, она как вот, простит она меня за это сравнение, но когда говорят, там, нельзя переиграть животное, нельзя переиграть кошку, если там, как бы прекрасно не играли, но если на сцену выйдет кошка, то все равно, каковы бы артисты ни были, они не могут ее переиграть. Она вышла и просто себе идет. Она ничего не делает, но все будут смотреть на нее, как бы прекрасно. Вот Нина Михайловна из тех прекрасных кошек. Я Василий человек простой. Искрывать не буду, обидел ты меня. Ни за что, ни про что. Как плетью по лицу хлестнул все, говорил, любишь. Любишь, жена, друг. Ты вовсе не друг, я давно души в тебе нет, баба. В женщине душа должна быть. Мы ж звери, нам надо, надо нас приучать. А ты всему ты меня приучила. Ладно. Что было, того уж нет. Я знаю. Человек сам себе неволен. Не любишь больше. Ладно. Как там и быть. Я не знаю. Она, наверное, может даже не знать, что она играет. Вы понимаете? Она может не знать, что она играет. Я это имею в виду. Не что она играет, а что она играет. Она как-то втекает в этот обрез предлагаемого человека и просто им становится. Я всегда играла главные роли. Мне даже в сказках всегда давали Дарьюшку, Поросеночка, Аленушку, даже Иванушку. Да, я была худенькая, тоненькая, маленькая. Да много я чего играла. Я даже играла главную роль в сказке Зайка за знайка. Она как-то умеет, знаете, даже существовать вне жанра. Я не понимаю. Вот этот спектакль Шевон или там крутой маршрут. Она не играет как трагедию. Она даже почти на каком-то бытовом уровне как будто бы рисует этот образ. Но за этим стоит и судьба, и жизнь, и драма, и трагедия. Даже если она говорит это так, что смеется зал. Понимаете, вот это поразительно. Вот это сочетание удивительное. Когда, так сказать, трагическую фразу, чтобы зал засмеялся, но заплакал внутри. Девки, что вы такие грустные сидите? Вы же в лагеря едете. Да. На зеленый воздух. А нам здесь в тюрьме гнить. Какое-то прям безобразие, безхозяйственное. Я вот толстая. Я здоровая. Нам здесь землю пахать. Нам мне в воду возить. А я сиди без хлеб в тюляне. Ха-ха-ха. Замечательно в том смысле, что она попадает. Она скажет то, что тебе очень пригодится. Она никогда не скажет что-то просто вообще. Вообще плохо, или вообще хорошо, или вообще то-то. Она что-то посоветует обязательно. Но я всегда к этому прислушиваюсь. Другое дело, сумею ли я это, предположим, сделать. Потому что мы очень разные просто по природе своей. Ой, ой, девки мои говорят. Сахару, говорит, не ни, не кусочку. Где это? А как не ни-то, Оля? Когда не сладка. Прям вот всю сахарницу слопала. А, сейчас булочку пожирнее маслицем намажем. Будет полный порядок. Мам, что ж больно жирно, ты не масшешь, что ты не свое это? Ох ты, Господи. Ты гляди-ка. Много хозяйка появилась. Дева? Давай-ка. Что это тут расцелы, а прямо? Как бутон. Мм? Ты фигуру берите. Ладно, ладно. Замечательно она, замечательно рассказывает. Но это очень часто бывают ее фантазии. От начала до конца. Но фантазии, которые она может, например, одну и ту же историю рассказать раз пять или шесть. Совершенно в разных вариациях. Ты каждый раз слушаешь, замерев. Ты думаешь, боже мой, какой лук. И что? А ты что? А он что? А она что? И что? На следующий день ты точно так же будешь удивляться этой же истории рассказать совершенно в другом ключе. И вообще с другими ситуациями, другим результатом, другим завершением, другим началом экспозиции. Все будет другое. Это будет блеск. Мы четыре раза обмывали машину ее. Совершенно разную. Она была разная по цвету, по содержанию, по марке, по всему. Она ее покупала, рассказывала, ни разу на ней не приехала. Я не уверена, что она была. Потом она однажды приехала на машине, и я с ней поехала, когда она была за рулем. Это было специальное что-то. И тут руль, косичка, шарфик газовый, едет в крайнем левом ряду со скоростью 32 км в час. Ее останавливает милиционер. Она говорит, господин генерал, что вы хотели? Он говорит, вы чего едете-то так в левом ряду? Она говорит, не надо мне мешать, я всегда так езжу. Сел, захлопнул и ехал, он не нашел что-то ответить к ней даже. Я всегда так езжу и всегда в левом ряду. 32 км она. Когда мы стали разговаривать, она сказала, я прошу тишины в салоне. Я прошу не разговаривать, потому что вы мне мешаете вести машину. Сегодня такой ветер. Я говорю, нет, а что ты сегодня на машине? Она говорит, сегодня ветрено. Но это мир другой. Это мир, это ее мир, понимаете? И она человек другого мира. Она нанхаузен абсолютно. С абсолютной верой. Все, бабоньки, все охватит. Это не годится. Давай, Аня, запевай самую веселую. Ты что, какую? Давай, все хорошо. Прекрасная Маркиза. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо, прекрасная Маркиза. Все хорошо, все хорошо. Я все знаю. Я знаю все роли наизусть. Все тексты наизусть. И я знаю, что она должна сказать. И каждый раз, когда она говорит, я забываю, что я здесь как актриса на этой сцене. И смотрю на нее и думаю, ты моя любимая. Как я тебя люблю. Какая ты замечательная. Что это? Людка. Пысь-пысь-то. Что? По скрипту. Ну. По слесловию. Ну. Что это такое? Я слышал, что вы мастер героевоплощений. Я не знаю, что имеется в виду. Мы знаем, что каждому актеру перед Ольгой нужно жить целый год. Ходить перед спектаклем какое-то время и не желаться от нее. А вас говорили, что вы во время спектакля можете вернуть. Это не «Ёла» вам и говорили, да? АПЛОДИСМЕНТЫ «Ёла» вам тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok